из Львова, где сегодня на заполненном до отказа стадионе Украина в отборочном матче чемпионата Европы встречаются национальные сборные Украины и Армении. Сегодня противостоять будут команды, знающие друг друга, как свои пять пальцев. Ведь волею жеребия Украина и Армения попадают в одну группу в различных отборочных циклах уже в который раз. Попытка за счет индивидуальных действий взломать оборону соперника не принесла дивидендов армянской команде. И вот опасная ситуация, выход 1-1, надо забивать! Какой момент! И мяч пролетает над Перекладиной. Да, в дебюте встречи мог отличиться Андрей Воробей. Вот первый момент голевой с его участием продемонстрировал скорость, убежал от защитников, пробил! А Роман Березовский-то вытащил мяч, переправил его на угловой. Великолепен Березовский. Вот сейчас можно вновь было забивать хозяевам поля после стандартного положения. Сегодня его величество результаты для Украины и для армянской сборной. А потом только красота и зрелищность. Ой, какая ошибка! Нельзя так играть в собственной штрафной и пенальти! Ну как же так? Ну из ничего! Хозяева поля себе организовали... Нет, не буду пока говорить гол, но организовали себе огромные неприятности. И это капитан Олег Лузный. Ну, понятно, несчастный случай. Просто оступился. Ускользнулся. А затем уже решил спалить. Итак, дуэль. Шутков-Саркисян. Удар! Да, хоть и угадал Шутков, куда пробьет Саркисян, до мяча добраться он не сумел. Пенальти великолепно выполнил девятый номер гостей Альберт Саркисян. И счет открыт. 1-0. Впереди Гойский. И вы видите, понятно, что радуется Михай Стойкица. Пожимает руки всем тем, кто находится рядом с ним. Но в то же время от эйфории он далек. Итак, Эдуарду Парцекиану нужно теперь поаккуратнее действовать. Он в подвешенном состоянии. Кстати, то, что касается вот такого подвешенного состояния. Удар поворотом. Ну, с этим мячом намного проще было справиться Роману Березовскому. Украина продолжает атаковать. Пока... Немногое удается. Но вот сейчас можно воспользоваться ошибкой защитки КФР. Мянской сборной. Но опять-таки промах. Я думаю, попади в дальний угол. Воронин. Никакой бы Березовский уже не помог. Вот эта атака. И удар поворотом. Мяч летит в дальний угол. Вроде бы все ворота. Правый фланг пока молчит. Угловой подача. Удар поворотом. Ох, какой гол. Блестяще, а? Великолепный гол. Браво. Ну... Шикарный гол. По-другому он не скажешь. Великолепный гол. И его забивает Александр Горшков. Ну, становится он просто палочкой-выручалочкой для сборной Армении. Многие удивлялись, когда узнали, что этот футболист вызван сборной Украины, так как он был заигран в одном из товарищеских матчей за национальную команду России. Ну, удалось, в общем-то, уладить все эти формальности. Горшков теперь игрок сборной Украины. И вот забил он Испании. Великолепный гол. И сейчас еще один гол красавец. Саркис Арсипиан. И потеря. Вот, есть шанс для контратаки. Ну, вдвоем, направо. Выход на ударную позицию. Можешь не забивать. Удар поворотом. А, какой момент. А я понимаю, чем расстроен. И, наверное, в душе даже негодует Андрей Воронин. Можно было бы и на него сыграть Андрея Шевченко. Но Андрей решил сделать все сам. Воронин. Молодец. Заметил рывок Андрея. Тут входит в штрафную. Поднимает голову. Бьет. Мяч подскочил чуть-чуть последний миг перед ногой Андрея. И именно поэтому, как мне кажется, полетел чуть выше задуманной Андреем траектории. Мечтают о том, чтобы после стандартного положения их любимцы вновь отличились. И они были близки к успеху. Мяч пролетает над перекладиной Шевченко. Обращается к арбитру и дает ему понять, что его держали за майку. Если сборная Украины будет играть во втором тайме. В том же ключе, как последние минуты 12-15. Шевченко выиграл забег у своего опекуна. Пробил мощно, но попал в перекладину. Украина начинает мощный второй тайм. Тут же опасный момент возникает у ворот Березовского. Мощный удар. Андрей Шевченко в центре. Внимание. Михаил Стойкица. И вот он так пальчиком погрозил своим футболистам. Как БМСК команды. Здорово играет Саркисиан. Обманное движение. Ушел от Горшкова. И пробил. Какой гол. Вот так удар. И этот удар следует отметить. Пусть он прекрасен, великолепен. Но проспал Дмитрий Шевченко. Явно не ожидал он вот такой прыти. Такой, если хотите, из футбольной смелости от Альберта Саркисяна. И тот забивает свой второй гол в этой встрече. Но с какой дистанции? Сколько было до ворот? Наверное, метров под 40. И не достает мяч Шевченко. 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 И затем влетает в ворот. Можно все для себя перечипнуть. То, что касается поездки на чемпионат Европы. Армяне атакуют. Вновь удар. И за пределы штрафной. На этот раз мяч пролетает мимо цели. Ну что ж. Считают, что зрители ждут от Шевченко в голо. Безусловно, ждут. Разбег. Удар по воротам. Опасный удар. С огромным трудом. Все-таки удалось отразить сейчас Березовскому этот мяч. Коварно пущенный. Со средней дистанции. Мяч падал буквально перед руками голкипера. И тот не сумел его зафиксировать в результате угловой. Давайте еще раз посмотрим. Вот, обратите внимание, мяч падает перед голкипером. Я далек от мысли, что Украина расклеилась. Но вот этот шок слишком долго не проходит. Я имею в виду шок после пропущенного второго гола. Опасная ситуация. Как же так в обороне? Небрежно, невнимательно. И сейчас справе был наказать соперника. Десятый номер от Арвас Карамян. Давайте еще раз с вами посмотрим. Опасная ситуация. Я раз, по-моему, Раченко там ошибается. Есть еще время. Все можно исправить. Тем более, когда в составе твоей команды есть такой футболист, как Андрей Шевченко. Он ходит в штрафной. Падает. И что? Арбитр указывает на 11-метровую отметку. Но понимаю, понимаю чувства армянских футболистов. Они сейчас будут спорить. Считаю, что не было 11-метрового удара. Я не буду утверждать, прав или не прав арбитр. Давайте смотреть повтор. Вот это столкновение. Соприкосновение ног Шевченко и четвертого номера Саркиса Авсипяна. Арбитр посчитал, что нарушение правил было. Как здесь не вспомнить финал Лиги Чемпионов и решающий удар Андрея Шевченко, который принес Кубок Европейских Чемпионов Милана. Итак, разбег. Удар поворотом в тот же угол, так же, как на Олд Траффорд. И счет становится здесь. 2-2. Там была победа после такого удара. Ну, а здесь эту победу еще предстоит попытаться добыть в оставшееся время. Ничья 2-2. Андрей Шевченко сравнивает счет с 11-метровым ударом. Но практически так же. Практически так же, как и Буфону забил сейчас Березовскому гол Андрея Шевченко. Ребров подает. Березовский выходит на перехват. Теряет мяч. И будет за это наказан удар поворотом. Мяч пролетает рядом со штангой. Березовский обращается то ли к своим партнерам, то ли к арбитру. Это не попало. И вот там... Давайте посмотрим, что же произошло. Действительно, нарушения правил не было. Вот на этом повторе великолепно видно, что никто не толкал. Это было соприкосновение с Андреем Шевченко. Вперед идет Украина. Воронин. Может отдавать передачу. Он это и делает. Будет удар поворотом. Удар и гол. Это... Конечно же, понимаете кто. Это Леонид Буряк. А это радуются футболисты сборной Украины, потому что Андрей Шевченко своего шанса на этот раз не упустил. Видно, как расстроен сейчас главный тренер армянской команды. Михаил Стойкица будет делать замену. Но мы с вами смотрим. Воронин, красавчик. Посмотрите. Сделал небольшую паузу. Подождал. Поглядел, где находятся партнеры. Оценил ситуацию. Шевченко не забрался в положение вне игры. И затем нанес мощнейший удар в дальний угол. Мяч попадает в штангу. Но сегодня голы, но любой вкус мы с вами видим. И пеннайти футболисты, и той, и другой команды реализуют уверенно. Бьют. И после стандартов, и за пределов штрафной, Украина выигрывает 3-2. Но мы с вами предполагали, что Андрей должен забить гол. Андрей свой гол забил. Но что же происходит в обороне? Что же происходит в обороне? Вот сейчас об этом своим помощникам. И представляете, какими словами говорит Леонид Буряк. 3-3. Честно говоря, я не уследил, кто в составе армянской команды сейчас забил гол. Вот так футбол. Удар поворотом. Мяч пролетает. В непосредственной близости от штанги ворот Березовского. Будет шанс забить еще один гол. Примерно так, наверное, рассуждал Леонид Буряк. А его команда тут же пропустилась. Сейчас должна забивать. Выручает Березовский. Опасная ситуация. И удается отбиться в этом игровом эпизоде. Гостям еще один удар поворотом. И числом, и умением обороняются сейчас гости. Хорош Березовский. Выручил свою команду. Еще раз с вами смотрим. Шевченко. Шевченко мог забить свой второй угол. И вроде бы зрячий бил. Даже посмотрел, где находятся голки. Чудо более полезен в своей команде, нежели сегодня. Штрафной. Удар поворотом. Бил Артоваст Карамян. Ну, я представляю, как у многих из тех, кто сегодня вышел. Ух, какой момент! И Шевченко забирает мяч. На адрес многих игроков, выступающих сегодня в желтой форме. Да, неприятный момент. Вот теперь игра против Украины на ее поле. И 3-3. Отличный результат. Быть может, я тороплюсь говорить о том, что все-таки эта игра завершится со счетом 3-3. И будет забит победный гол. Опасная ситуация. И удар поворотом. Да, в добавленное арбитром время сборная Украины. Забивает гол в ворота Березовского. Как не вспомнить здесь первую игру? Тогда в компенсированное время удалось спасти встречу. Уйти от поражения армянам. Благодаря назначенному пенальти арбитром. И тот пенальти реализовал так же, как и в сегодняшней игре Саркисян. Но вот возвращают в какой-то мере должок армянам. Болисты сборной Украины. Да, игра тяжелая. Игра, которая наверняка подвергнется и вполне справедлива критике. Слишком много было ошибок допущено. Но то, что есть бойцовские качества. То, что высочайшую самодачу демонстрируют футболисты. В принципе, как той, так и другой команды. Это очевидно. Фортуна просто-напросто в конце встречи, незадолго до финального свиска, поворачивается лицом хозяевам. Сергей Федоров. Его очередная вылазка в штрафную соперника приводит к взятию ворот. Именно он, судя по всему, забивает последний мяч в этой встрече. 4-3. Сборная Украины выходит вперед в этом необычном. В этом непредсказуемом. В этом труднейшем матче я понимаю разочарование армянской команды. Эта команда сегодня не заслужила поражения. Возможно, сборная Украины, учитывая качество игры, не заслужила победы. Но это все но. Результат на табло. Игра забывается, а счет остается в истории. Украина все-таки в решающий момент за счет характера, за счет несгибаемой воли сумела добиться победы. Наше поздравление украинским футболистам.